Спасибо большое и организаторам форума за приглашение для участия в интересной конференции, полезной для нас с вами. Но начать я хотел бы не с этого, я хотел бы делиться с вами сегодня с впечатлением двух утренних новостей, с которыми я познакомился в моем регистрам завтрака. Первое, с вчерашнего дня внесены предложения о внесении изменений в уголовные годы с выделением данных двух статей под названием «Врачебная ошибка». Это касается нас всех и с вами. И второе, сегодня я прочитал о том, что оказывается показатель летальности банкротической карциномы в Российской Федерации является самым первым и вышел на первое место. И это чрезвычайно актуально, ровно в той теме, о которой мы с вами сегодня будем говорить. В 2010 году Евгений Геннадьевич Саводицын, пионер Энду-УЗИ, началось в Санкт-Петербурге и, наверное, в России внедрение этого метода. И этот процесс продолжается и сейчас. Сейчас уже довольно много медицинских учреждений, которые имеют возможность проведения Энду-УЗИ с полноигольной аспирационной биопсией. Но тогда, когда мы начинали 9 лет об этом, и за эти 9 лет достижения, особенно технические возможности самого метода, и об этом сейчас было сказано, чрезвычайно прогрессировали. Они чрезвычайно эффективны, но, как мне представляется или как показывает практика, самыми неподготовленными, когда пришли эти новые методики, в нашу медицину оказались парфологи, текстологи, патологоанатомы. И мы почувствовали это на себе. В 2010 году вышла классификация Всемирной организации здравоохранения по опухолям, желудочно-кишечному драку, в том числе подживущей железы. И ровно это было нашим настольным руководством, потому что к этому времени никакой информации, литературу, никаких мастер-классов не было ни в нашей стране, да, наверное, и в других местах тоже. И, в общем, мы накапливали этот опыт сами. И в этой классификации я обращаю внимание на картинки, и здесь и макроскопическая диагностика, и лучевая диагностика, и молебулярно-генетические, иммунно-химические, гистологические, и цитологические методики, они предусматривают, естественно, то, что эффективность диагностики опухолевой патологии, возможно, при вот таком мультидисциплинарном подходе. И позднее стали появляться руководства по морфологической, в первую очередь, мотоцитологической диагностике, и это нам очень существенно помогало. 20 лет назад, левый слайд, уже было понятно, что помощь, одну из направлений, помощь и понимание, что происходит в поджелудочной железе, в железе пленоплазии, была с позицией развития молекулярной биологии. И 20 лет назад уже стало понятно, что панкериологическая карцинома является этапным онкологическим заболеванием, в нем участвуют задействованные несколько механизмов молекулярно-генетических. Они визуализируются, они определяются как в виде определения самотических повреждений, самотических мутаций, потому что 10% до 10% опухолей в поджелудочной железе генетически детерминировано. Кроме этого, существуют другие маркеры молекулярно-генетические. В общем, за последние годы знания молекулярных биологов существенно помогли нам определять то, что панкреатическая карцинома развивается по разным путям. И один из этих путей – это формирование карциному через внутрепротоковую папиллярную муцинозную новоплазию, либо через панкреатическую муцинозную новоплазию, о чем сейчас было предыдущим докладчикам отмечено. И я почему на этом слайде задерживаюсь, потому что мы понимаем, что справиться с панкреатической карциномой, хирургическим методом, химиотерапевтическим, чрезвычайно сложно во всем мире, и эффективность этой работы чрезвычайно низкая, как показывает практика. Но существует этапное развитие панкреатической карциномы, которая по времени существенно более имеет продолжительное время. И поэтому акцентуация нашей с вами активности, в том числе диагностической, с этого этапа, вот на этот этап в существенной степени может предотвратить то, с чего я начал с самой высокой летальностью при панкреатическим карциномам. В 2017 году мы копили для России довольно большой багаж, около 150-160 исследований, и участвовали в семинаре во Флоренции, которая была посвящена в том числе вопросам панкреатической онкологии, и у нас была возможность сравнить то, что делаем мы с общемировой практикой, с теми тенденциями, которые в морфологии развиваются. Ведущим специалистом в мире сейчас является Марта Питман, профессор Гарвардского университета, которая делилась своим опытом, с одной стороны, и эти гайдлайны внесла 200 приглашенных участников этого семинара. Из 200 человек было 3 представители из Российской Федерации, все они работали и работают в одной лаборатории, два из которых присутствуют сегодня в нашем зале. Итак, о чем говорила Марта Питман? Она говорила, что тогда, когда мы проводим году УЗИ и берем тонко-икольную аспирационную биопсию, я не услышал, как часто мы ее берем, но мы ее должны брать и должны ее брать часто, и смысл моего выступления заключается ровно в этом. Итак, наша самая главная задача при ЭНДУЗИ получить адекватный материал для последующего морфологического исследования вот этой совершенно замечательной техникой. Кроме качественной биопсии, два этапа имеют наибольшее значение. Один, тот, который касается того, что приходит к нам на исследование, и мы понимаем, что успех нашей диагностики морфологической определяется клеточностью, то есть она должна быть высокая. В этой клеточности обязательно должно быть то, что несет диагностические признаки, то есть истинно отражает опухолевый процесс, чтобы мы не рассматривали другие клетки при условии, что их нет, писали ложные отрицательные диагнозы. Ну и естественно, хорошо подготовленные препараты и идет о протоколах в уровне лаборатории, которые выполняют это исследование. И оказалось, что к 2017 году, это наш протокол, который использовался к тому времени уже, она произнесла ровно то, что используется или должно использоваться. Итак, этап традиционной жидкостной цитологии в нашем центре с использованием жидкостной цитологии в автоматизированном системе Биттланд-Диккенсен. Исследование из этого материала клеточных блоков и с последующим гистологическим, аммуно-химическим, молекулярно-генетическим исследованием. Вот тот алгоритм, который рекомендовала Марта Биттман и который примерно к началу прошлого десятилетия, к началу этого десятилетия у нас уже использовался. Что из себя представляет клеточный блок? Та жидкость, которая эвакуирована, она подвергается некому технологичному процессу через подцентрифугирование, через выраживание, использование, с использованием протеинов. И после этого мы получаем субъект или объект, который является уже тканевым. И мы его заливаем точно так же, как заливается любой биопсийный и операционный материал. И получаем парафиновый блок, из которого можем потом выполнить совершенно любые исследования. Рутинные, гистологические, иммуно-гистихимические, молекулярно-биологические. И какие угодно. Вот это первый этап рутинной цитологии. Два стеклопрепарата и той технологии жидкости цитологии, которая позволяет получать монослойный мазок. И с помощью ограждения Папа Николаева существенно повышать эффективность цитологической диагностики. Но, когда мы говорим вот об этом методе исследования, когда он касается только цитологии, то нам цитологам, морфологам просто ставить то, что просто. Это низкодифференцированная протоковая панкреодическая карцинома. И, в общем, здесь не нужно иметь специальных знаний, специальных методик для того, чтобы это поставить. Но самое интересное, что и вам, наверное, все понятно, потому что это 4,5 сантиметров, это инвазия сосуда. И мы только уточнили гистогенез и то в предположительной форме, в том случае, если цитологически не используются другие методики. Сам же клеточный блок представляет из себя действительно тканевые, пусть мелкие структуры. Я их называю микробиоптаты. То есть, аспирируются не клеточные материалы, а аспирируются группы клеток, тканевые элементы. Что позволяет нам чёрто совершенно верифицировать, что речь идёт о панкреодической карциноме. Причём, вероятнее всего, это панкреодическая карцинома, в данном случае, и спредшествовавшая импиематия. Морфологический диагноз здесь совершенно очевиден. Но самым главным, естественно, является интерпретация или возможность интерпретации материала. И мы это можем сделать высокоэффективно при некоторых условиях. Первое условие – это обязательно сопровождение в направлении дополнительной информации о пациенте полвозраст. Понятно, генические данные, данные дополнительных исследований, данных радиологических исследований. Это принципиально имеет значение. И те лабораторные признаки, если они исследовались карцином, эмбриональными альфигенами, лаза, какой-то молекулярно-генетический анализ. Подходя непосредственно к опухолям само поджелудочной железы, кажется, что все довольно просто, потому что этот орган устроен, и Иван Васильевич об этом говорил, довольно просто. Экзокринная и эндокринная часть, они хорошо довольно структурированы, они имеют очень яркие цитологические характеристики, большой проблемой, будучи нормой, не являются. Протоковые эпителии. Сама классификация, о которой я говорил, она тоже довольно проста, потому что все опухоли, либо из ацинарного эпителия, либо из протокового эпителия, либо из докринного, вот так кажется все довольно просто. Но, это из нашего материала три пласта эпителия, которые видят цитолог, и угадайте, пожалуйста, какое из них относится к поджелудочной железе. Биоксии из поджелудочной железы? Наверное, все из поджелудочной железы? Ну, конечно же, нет, потому что это гастритическая контоминация, это додональная контоминация, и это панкреатическая, я ее назвал, не контоминация. Самое интересное, что эти сложности, которые вы сейчас как клиницисты оценили, они точно такие же экологические. Я не знаю, какой из них, или мне недостаточно, какой из них. И, в общем, это напоминает вот примерно таким вот образом, что тогда, когда мы видим вот подобный материал, то определить, какой вид эпителия, сложно, даже если этого материала довольно много. Наш опыт на сегодняшний день больше 240 исследований, мужчин и женщин, средний возраст, диапазон очень большой. Соответственно, в основном это головка поджелудочной железы, хвост и тело поджелудочной железы, такая общая совершенно статистика. Но мы должны с вами понимать, что то, что мы сейчас называем солидной и кистозной, это некое условное деление, потому что солидная опухоль сегодня 4 сантиметра, 2 года назад была микрокистозной какой-то IPMN. И если бы мы с вами эту пациентку смотрели 2 года назад, мы бы оценивали ее, вероятность его, как кистозной и новоплазии. Поэтому это, я поэтому и написал солидные опухоли, взяв ее в кавычки, подразумевая, что понятно, что панкреатическая карцинома преобладающая. Но что интересно, если мы с вами, опять же, руководствуемся большими обзорами нашими, особенно старыми, там написано 95% опухоли из локачественной поджелудочной железы является панкреатической карцинома. Так мы что биопсируем? Мы зачем биопсируем, если понятно, что 95% является панкреатической карцинома? Не 95% в том случае, если речь идет об исследовании тонко-игольной аспирационно-гиоксидной материала при контузии. Ацинарная карцинома, нереотокринная карцинома 10%, 2% редкая довольно опухоль, действительно солидно псевдопопулярная. Метастатические поражения встречаются чаще, чем ацинарная карцинома и популярная неоплазия. Но здесь я обращаю внимание, 15% вообще процесс неопухоли, и Кирилл об этом говорил. Инференциальная диагностика между процессом опухолевым и неопухолевым совершенно невозможна в том случае, если мы саму эту ткань не посмотрим. Как мы посмотрим вопросы, связанные с лечебным патоморфозом, если это была перед этим верифицированная опухоль, или не является ли это каким-то другим заболеванием. При этих солидных опухолях, в общем, алгоритм дифференциальной диагностики довольно очевиден. И использовать все возможности морфологические, с использованием нейроэндокринных маркеров, с использованием трепсина, химотрепсина BCL10 в цитологической практике практически невозможно, во всяком случае достоверно. И возможно только при исследовании глиточных блоков, естественно. Поэтому это то, что я демонстрирую в качестве элементов доказательной медицины, онкологической практики. Это случай не тонко-игуальной аспирационной биопсии, но чрезвычайно интересен. У пациента по жизненным показаниям 7 лет опухоль. Предположительно, после компьютерной томографии, что это панкреатическая перцинома. А что может быть другое, если речь идет о том, что 95% в книжке написано, что является панкреатическая. Была сделана инцезионная биопсия в связи с нервникальностью операции. И в том учреждении, в котором была сделана биопсия, увидев солидные и просто плотно прилежащие друг к другу клетки с чрезвычайно высокой методической активностью и выраженным мономорфизмом, предположили речь идет о нехочкинской лимфоме с высоким потенциалом злокачественности. Материал после того, как мы провели исследование, продемонстрировал нейроэндокринные характеристики, причем не все, синатрофизин оказался отрицательным, но в общем, это же особенности морфологического, морфологический диагноз, диагнозики. И в этом случае был установлен тот диагноз, который оказался совершенно неожиданным, в том числе этой поджелудочной железы. Это small cell карцинома нейроэндокринная, довольно редкая обухоль, где поджелудочные железы. Но вот из этой нашей общей практики в этом году у нас было два случая нейроэндокринной карциномы поджелудочной железы. Оперировать ее не нужно вообще, ее в легком не оперируют, а в поджелудочной железе, тем более. Еще большие проблемы возникают, естественно, в нашей практике, тогда, когда речь идет о патологических изменениях, которые сопровождаются выраженным фиброзом. Потому что это может быть, с одной стороны, низкодифференцированная карцинома, у которой массивный десмопластический процесс, и мы его никак не визуализируем. Мы видим при эластографии большое количество соединителей в калии. Но кто же вам сказал, что это карцинома? Это может быть запросто аутоиммунный панкреатит с преобладанием. Это может быть G4-ассоциированное поражение поджелудочной железы, которое сейчас нередко... В конце концов, это может быть просто банальный хронический панкреатит, с выраженным десмопластическим компонентом у пациентов, который 20 лет перестал злоупотреблять алкоголем, и нам при этом об этом не сказал. Но в этой классификации я к ней возвращаю. Еще большими проблемами является проблема, связанная с кистосными новоплазиями, потому что здесь кистосные новоплазии, муцинозные и сосочковые, доброкачественные. Здесь, естественно, злокачественные, а здесь неопределенные. То есть она и та же патология, с морфологической точки зрения, имеет три разных типа злокачественности. И никакого другого метода, кроме морфологии, для того, чтобы определить прогноз, определить тактику и так далее, кроме морфологии, на сегодняшний день не существует. Ни большой опыт кистосной новоплазии, его большого нет вообще ни у кого, и не может быть. Но тогда, когда вы научились залезать в верцунков проток, я надеюсь, что количество этих исследований у нас увеличится. Но статистика следующая. АИБМН, эмоционозная новоплазиями, примерно, встречается в одинаковой степени. Сирозная аденома встречается тоже. И кистосные другие неопухолевые заболевания. Вот это наши статистические данные. Марта Битман продемонстрировала алгоритм, который используется в практике Американно-Канадской ассоциации при гистосных образованиях. И первым там является оценка в этом содержимом карценоэмбрионального антигена. И в том случае, если это количество выше 192 нг на миллилитр, то, соответственно, мы возвращаемся и понимаем, что речь идет об оухолевом процессе. В том случае, муцинозного свойства. В том случае, если это количество меньше, то, соответственно, это об оухолевые заболевания несколько другие. Итак, основные вопросы, которые при гистосных образованиях необходимо решить. Она муцинозная или не муцинозная с оценкой этих характеристик, в том числе в цитологическом и гистологическом материале с определением генетического портрета. Но кроме как цитология и изменение эпителия лоукры, то есть низкий риск эпитоденокарциномы либо хайгры, высокий риск – это основная задача, которую выполняет цитолог при этих исследованиях. И при вот этом жидкостной цитологии Бекман-Диккенсен появление отдельных признаков свидетельствует о том, что это, конечно же, очевидная протоковая карцинома, но она муцинозная по своей опухолепредшествия лиц. В 2019 году, в мае месяце, совсем недавно, мы демонстрировали в Сиднее очень интересное наблюдение, которое касается пациентки 69 лет, у которых опухоль довольно большая, 4,5 см, и к моменту биопсии клинически она уже оценивалась как Т4, Н0, М0. Но я демонстрирую этот случай только в связи с тем, что здесь у нас была возможность провести трехэтапную морфологию – цитологию, исследование клеточного блока, и после этого – послеоперационный материал. Так вот, на третьем этапе, в послеоперационном материале, мы, предположенные до операции, все изменения в виде муцинозной неоплазии IPMN, лоу-грейд, хай-грейд, сформировавшиеся карциноми, причем особый тип, так называемый там фоаме, тип, и низкодифференцированная карцинома были найдены при исследовании операционного материала. Это свидетельствует о том, что недифференцированная карцинома, которая катастрофична для этой пациентки, подтверждает, что она формировалась в чрезвычайно длительное время. У нас была возможность, если бы эта пациентка была, у нас эту ситуацию существенным образом для нее поправить. Такая проблема, которая на сегодняшний день мне представляется колоссальной, и я не могу не поделиться в аудитории хирургической, онкологической, потому что цитологическая и гистологическая диагностика на сегодняшний день в стране в основном, в подавляющем большинстве медицинских учреждений являются самостоятельными диагностическими дисциплинами, имеющими вопросы, имеющие самостоятельность как в вопросах после дипломного образования, так в вопросах функционирования, и, в общем, так вот мне представляется, выглядит на сегодняшний день морфология. Видят у длительного януса, кто был в летнем саду, уже все открыто, можно посмотреть, и, соответственно, этот двулетний янус там стоит. Вот мне представляется, что морфология сейчас представлена вот таким образом, при условии, что мы понимаем, что в этом морфологическом материале, потому что цитология и гистология, это является одним методом, методом морфологии, разделенным, соответственно, в нашей стране, сейчас увеличивается количество исследований, которые сопровождаются определением иммунологических характеристик опухолевого процесса, молекулярно-генетических процессов, и это возможно не тогда, когда мы в разных лабораториях, а тогда, когда мы в одной лаборатории, потому что все, что я здесь отметил, это является морфологией. В заключение, современная диагностика, патология пожилующей железы, можно было этот перечень сделать очень большим, но я отмечу некоторые. Первое, это мультидисциплинарный паркод, об этом уже все говорили. Второе, это то, что в практике должна быть исключена лишь традиционное цитологическое исследование. Не нужно его делать вообще, нужно, если есть показания, тогда отправлять в учреждение, где делается не только традиционная цитология, а другая морфология, потому что она понятна, полезна. Наконец, особая сложность в клиентах возникает тогда, когда речь идет о кистозных предохолевых заболеваниях. Мы научились очень хорошо ставить запущенные панкреатические парциномы, но в морфологической практике вот эта категория кистозных новообразований является очень большой проблемой. И на первое место в этой ситуации, естественно, выходит подготовка и патолога, и цитопатолога, которые определяют в конечном итоге итоговое заключение. Ну и последний вывод, ради чего я сегодня пришел на этой конференцию, это о том, что то, что я продемонстрировал в качестве комплексного монфологического исследования, сейчас следует относить к специализированной монфологической диагностике, которая требует стандартизации и запрепления в качестве рекомендации к поведению пациентов с патологией поджелудочной железы от авторского коллектива с благодарностью за внимание. Спасибо. Спасибо большое. Если можно, микрофон, чтобы был перевод для наших жестов. Спасибо. Это касается тонкоигольной аспирационной биологии. Причь идет о тонкоигольной аспирационной биопсии. Мы делаем цитологию или мы делаем гистологию? Я попытался в течение 25 минут показать, что мы делаем тонкоигольную аспирационную биопсию при проведении эндоузи. Это я понял. И после того, как этот материал получается в этой игре, мы выполняем и цитологическое, и гистологическое исследование. Вот поэтому у меня вопрос. Как вы делаете гистологическое исследование, когда вы не получаете, вы аспирация получаете только практически клеточную часть и создаете искусственный клеточный блок? А как вы можете судить по структуре, то есть логиста в логии? Ну, я очень коротенько говорил об этом, потому что цитология и цитологический... Это, конечно, первый вопрос. Естественно. И я поэтому и вышел говорить о том, что эта методика... Это интересно знать, как. Материал, который мы получаем в клеточном блоке, он больше содержит не цитологического материала, а микробиопсийного вот так называемого материала, то есть тогда, когда он содержит ткневые фрагменты, то, о чем вы говорите. То есть это структура... То есть это все в гистологии? Почему нет? Это вообще специализированная гистология, которая... То есть все в гистологии, то есть это не структура ткани, это разбросанные обрывки, которые с помощью белковых прецепитатов фрубируете в некий блок, нарезаете и смотрите на стеку. Вы хотите задать вопрос или хотите услышать? Ответ. Так вот, в материале, который... Уже три минуты, я хочу услышать ответ. Да. В материале, который приходит к нам, мы получаем гистологии и проводим гистологические исследования, потому что с помощью этого метода удается забрать материал не только клеточный, но и тканевой, в который входит эпителиальный компонент, железный компонент, стромальный компонент, сосудистый, воспалительный. И оценка этого тканевого гистологического, а не псевдодистологического материала является предметом этого исследования. То есть, через какого диаметра вы это забираете? Мы забираем через иглу того диаметра, который используют эндоскописты. Сколько? Девятнадцать дней. Девятнадцать дней? Приходите к нам в гости, я вам в этом зале возлюблю. Спасибо. Вот сейчас вы в гости, поэтому и мы тоже. Поэтому мы подберемся. Приходите вместе к вам, и мы нам все. Да. Мне сейчас есть вопрос. Скажем, поставить диагноз высокодифференцированное или низкодифференцированное протоковая от ЭДО-карцинома это не имеет никакого значения в ЭДО-СР. Абсолютно никакого. Прогнозы тоже. Да. Потому что прогноз в этих случаях неизвестен, но чаще всего он плохой. Большое значение имеет другую, когда мы коммутируем опухоль другого происхождения, нам нужно определить методический индекс, КИА-67 и степень дифференцировки. Например, для нерой медведной опухоли. Значит, насколько вы точны в этом степень дифференцировки методический индекс КИА-67? Ну, когда я продемонстрировал морфологический метод, который используется сейчас в онкологической практике, Российской Федерации, в мировой онкологии. У меня конкретный вопрос. Да. Это возможно и эффективно даже сейчас в рамках наших исследований. То есть вы там стопроцентно хорошо? Я продемонстрировал наш опыт, который соответствует опыту мировой онкологии. Когда в начале выступления я говорил о том, что мой учитель, профессор Говоровский, будет делать доклад, так вот я слушаю вашу дискуссию, я вспомню, как это было. Вот я был как Сергей, а он такой. Как вы, а он что боялся. Обычно в этих случаях человек, который задает вопрос, компетирует достаточно. Гуджо. Отличная работа. У меня понятное, Дарья. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я просто как цитолог хотел бы поддержать его к Сергею Леонидовича. Во-первых, поблагодарить за замечательный доклад и сказать о том, что клеточный блок – это технология, которая давно применяется во всем мире, и как бы это мостик между цитологией и гистологией позволяет делать фактически иммуноцитохимию по иммунодистохимическому протоколу. Мы тоже эту работу активно используем, так сказать, в своей практике и подвергая сомнению то, что это клеточная гистология, я думаю, что нет смысла, потому что результаты говорят сами за себя. Послеоперационный материал, как говорится, подтверждает то, что мы и делаем над операционной. Спасибо. Да, пожалуйста. Я единственное, что хотел бы сказать, что я бы не хотел, чтобы сессия приводила к диску с морфологов, поскольку глубокий металлогический аспект, наверное, есть смысл обсуждать профессиональные аудитории, здесь есть детали, которые мы оценить не можем. Наша цель была показать возможности другого метода, больше образовать. Пожалуйста, если есть вопрос, пожалуйста. Замектос, большое спасибо за прекрасную сессию. И я хотел спросить, у вас, происходящий на лечке афрохирургии из города Аркогельская, в плане логистического, мы берем биопетику, у нас есть разделение, которое можно выполнять и сомнографией, и подрузиноведением. У нас есть сомнения при традиционном выполнении гистологического заключения. Мы направляем его к вам с формированием и стеклого лога. У вас есть сомнения. Скажите, пожалуйста, ваш опыт цитовок. Есть ли смысл ждать окончательного вердикта, окончательного диагноза, если у пациента есть обоснованная клиническая парамазонная клиническая признаки пухли, галки пожелающей железы или, в частности, пожелающие требующие картины врачей? Спасибо за вопрос. Но два момента. Первое. Я очень сожалею, что некоторые аудитории не услышали того, что я являюсь патолого-анатомом-аницитологом. И я абсолютно убежден, что на сегодняшний день цитологи могут вырасти только из патолого-анатома, потому что это одна специальность, поэтому я потом патолого-анатом. И поэтому наше заключение, даже если оно цитологическое написано патолого-анатомом, оно либо убедительное, если оно неубедительное, то обычно в наших заключениях существуют примечания, которые эту неубедительность проявляют в той или другой степени, и что полезно для пациента и для речи чего-то чего-то. Повторно брать биопсию нужно, если у вас есть сомнения? Конечно. Мы с вами вместе созваниваемся, почему дисциплинарный подход, потому что эту баночку, соответственно, вы отправляете в специализированную лабораторию, и если эта задача не решается, мы определяемся, что в этой ситуации нужно сделать или правильно сделать дальше. Спасибо большое. У нас впереди, после официального открытия, будет еще очень много интересных сессий, где мы будем даже собирать, в том числе и эти аспекты, нужна ли нам биопсия, когда нужна, когда не нужна для принятия клинических решений. У нас есть буквально 10 минут, если у кого-то есть желание, можно сейчас сработать с короткими комментариями, либо в конце всей сессии, я думаю, к вечеру ближе, мы можем обсудить все доклады. Я хочу попросить поднять руки тех, кто заставляет своих пациентов после тренирования желчных путей пить желчь. Пожалуйста, вот эти, все те, кто пытался руку, Глеба, это золотые пища, а теперь кто не заставляет. Спасибо. За это вам отдельное спасибо. Я хотел спросить профессора Крайца, что он скажет, что Германин думает по этому поводу и, в частности, в его клинике относительно, как возвращать желчь пациента посвенаружную долину? В целом, если не нужно, то это вообще не требуется, что Это я, конечно же, так и думал, потому что сконтирование приводит к тому, что желчки не нужны. Но по этому поводу более исследований, я хочу сказать любителям возврата желчи через рот, которые показали, что это приводит к тяжелым щелочным, геморрогическим изофагитам, и в том числе отказом от хирургического лечения и доказательствия ветру, или проглангацией предотвенционного периода. Поэтому метод до сих пор, и метод больше нигде, кроме как в России, по-моему, не применяется. Применяется. А, применяется. Может, я даже хотел бы узнать, где еще не применяется, этот неоценимый опыт. 10 минут до открытия, если мы в таком темпе будем идти, мы без предпринятия желчи получим сейчас изофагит, он смотрит на поле стресса. Я что хочу сказать? Через 10 минут до открытия, где специально оставляют 10 минут, чтобы мы будем общаться, у вас теперь будет много времени. Продолжение следует...